Лия Романовская. Странные дела или детектив по-деревенски. Первое. По дому разнёсся истошный крик бабки. «Убили!» Я вытерла руки и, мысленно перекрестившись, поспешила на вопли. Сандра Христофоровна со шалелым видом раскачивалась из стороны в сторону. «Что случилось?» «Генку убили!» – снова заголосила Христофоровна. «Так рано же ещё!» «Да какой там?» – запричитала она, тыча пальцем в телевизор. Я посмотрела на экран, и мне всё сразу стало ясно. На белых простынях, залитых кровью, распластался убиенный Генка, бабкин любимый герой-любовник-покоритель дамских сердец. Бабуля сериал этот до глаукома проглядела. Вчера только я и первую серию включила, и никак не ожидала, что она так быстро до пятой доберётся. Обычно это происходит на третий-четвёртый день, а тут на тебе. Не подготовилась я к убийству Генки ревнивым мужем главной героини. Волокордин не налила, конфет не насыпала в вазочку. Горе мне! Теперь до полуночи буду выслушивать, что за дрянь эта Машка, чей рогатый муж Витька застрелил совращённого стервой Машкой добропорядочного Генку. К бабкиным закидонам я уже привыкла, ибо трудилась и нянькой, и домработницей, и личным секретарём у неё уже полгода. Надо сказать, доставалась от Христофоровны не только героям сериалов. Жаловалась старушка буквально на всё на свете. На погоду, которая то жарила, то морозила. На соседей, хоть и жили ближайшие к нам аж за километр. На участкового, который не реагировал на заявления на этих самых соседей. Если говорить совсем уж честно, то не было такой вещи на свете, которой бабка была бы сполна довольна. Еда всегда оказывалась то недосолёной, то пересолёной, а то вообще дерьмом редкостным. Я, по её мнению, не вышла ни рожей, ни кожей, хотя это было и не так, да и умом особым не блистало. Ну и всё в том же духе. Спустя какое-то время бабка всё же не без моей помощи улеглась поудобнее и потребовала принести ей чаю с крендельками. На что я злорадно возразила, что доктор запретил мучное такой больной женщине. В ответ Сандра Христофоровна запустила в меня вазу, стеклянную, между прочим, но я ловко увернулась и буквально выкатилась за дверь. «Новости включи, курица безмозглая!» – крикнула бабка вдогонку. «Нечего мозги засорять, кроссворды лучше для ума разгадывайте!» Уже из кухни проорала я в ответ. «Дура!» Новости вредной старушки я всё же включила и со спокойной душой пошла заниматься домашними делами. Бабка хоть и слегка придурочная, но хозяйство до недавних пор держало крепко. Прислуги не имела, сама неплохо управляясь со своими делами, лишь раз в неделю пуская в дом помощницу для уборки помещений. Пару лет назад старушку накрыл инсульт вкупе с радикулитом и с бизнесом по производству детского питания пришлось попрощаться. Денег у старушки было немерено, по моим личным меркам, и она вполне могла нанять себе полный штат персонала, но отчего-то не нанимала. На мой вопрос «Почему?» отвечала «Не твоего ума дело». И хоть бабка лежачей не была, однако всё больше любила поваляться в постели, посматривая новости. Особенно Христофоровна любила эти самые новости комментировать, раскрывая попутно всемирные заговоры и шпионские сети. Иногда, проходя мимо чуть при открытой двери, я застукивала старушку за просмотром «Дома-2». Но не травмировала её своей осведомлённостью. Все заботы и хлопоты по хозяйству я вела в одиночку, благо других дел у меня всё равно не было. Порой, приняв на грудь грамм сто чистейшего самогона, знать бы, где она его берёт, бабуля в порыве откровенности рассказывала невероятные вещи. Будто бы сама она из тех самых беляковых. В этот момент она многозначительно показывала пальцем куда-то вверх, считавшихся чернокнижниками ещё при царской России. Якобы она их прямой потомок по материнской линии и кое-какие умения колдовать у бабки в крови. А дом этот, в деревне Духовки, был когда-то дворянской усадьбой и достался ей по наследству от матери, а той от отца и так далее. То есть выходила, будто бабка моя дворянка. Но верить ей, само собой, не стоило. А потому я Христофоровну слушала, конечно, кивая где нужно головой, а сама обычно в это время мечтала о чём-нибудь прекрасном. За окном звонко пели птицы. Погода радовала тёплым солнцем и голубым небом. Земля, ещё вчера влажная от проливных дождей, сегодня уже высохла, будто так и было. Градусник показывал плюс 20. Настроение отличное, и я решила, что самое время прогуляться до деревенского магазина. Бабка, посмотрев новости, как всегда, заснёт ещё на половине выпуска. А значит, я имею полное право посвятить часок другой прогулке по свежему воздуху. Заодно пополню запасы еды и всяких бытовых мелочей. На выходных я как раз собиралась вымыть окна. По заверениям синоптиков, дождей в ближайшее время не предвидится. Перед выходом заглянула к бабке в комнату. Та, уткнувшись в подушку, громко храпела. Так сладко спать могут только праведники. Не иначе. В деревне меня давно все знают. Я частенько прихожу за продуктами. На улице, начало мая, народ массово вышел на посадку огородов. По пути я то и дело здоровалась с местными. Что, Женя, спит змеюка? Маринка – продавщица. Весело подмигнула левым глазом. Правого у неё с недавних пор не было. Маринкин сожитель Анатолий Петрович по пьянке выбил его прошлым летом. За что сейчас и отбывал наказание в далёкой колонии. Маринка друга давно простила. И каждый месяц исправно отправляла ему посылку с галышками и сигаретами. Спит. А как же? Я придирчиво выбирала помидоры на прилавке, указывая ей, какие класть в пакет. Слушай, Жень, а мне места у вас не найдётся, а? Я и гладить могу, и убирать, и в огороде. А чего здесь? Не платят? Да лёжка, чёрт лысый, чтоб ему по миру пойти. Блеет, что я народ отпугиваю своим видом. А кого здесь пугать-то? Все свои, привыкли уж. Вряд ли, Марин. Я с Сандрой Христофоровной поговорю, конечно, но сомневаюсь, что ей кто-то ещё нужен в доме. Маринка скривила рот и протянула. Ну, ясно. Я подозревала, что она мне не поверила. Ну и ладно, что я бабку свою не знаю. Я вежливо попрощалась, прихватив напоследок газету, и пошла домой. Гуляла я долго. Бабка наверняка скоро проснётся и будет орать, где меня черти носят. Но против моих ожиданий в доме стояла тишина, и я порадовалась, что Христофоровна до сих пор дрыхнет. Будет время ещё выпить кофе и почитать, что там в мире творится. Через час я заволновалась и решила проведать старуху. Сандра Христофоровна лежала точно так же, как и пару часов назад, когда я уходила в магазин. Меня тут же посетили нехорошие предчувствия. Дрожащими руками я прикоснулась к бабкиной руке, мирно покоившейся на боку, и приготовилась заорать в случае, если она вдруг окажется холодной. «Ба!» – заорала вдруг ведьма старая. «А-а-а!» – закричала я, отшатнулась и чуть не упала. «Что, стерва? Думала, померла бабка? Хрена тебе лысого, а не жратвы халявной на поминках. Где тебя черти носили?» Я молча смотрела на смеющуюся бабулю и предавалась мечтам о том, как буду убивать ее когда-нибудь, когда совсем допечет. «Ну, чего встала? Не как полдничать пора. Неси скорее свои помои, а то у меня живот второй час урчит, пока ты где-то там подолом крутишь». Не говоря ни слова, я погрозила старушке кулаком и пошла готовить омлет. Черт его знает почему, но Сандра страсть, как уважает смешанные с молоком яйца, именно в это время суток. В голову лезли нехорошие мысли. «Что, если подсыпать бабуле какой-нибудь гадости? То ужасный и мучительный жидкий стул ей будет хорошим наказанием». Терпение мое явно на исходе. Бабка, конечно, и раньше изводила меня придирками и криками, но в этот раз она превзошла саму себя. Я уже ведь приготовилась пояс потуже затягивать, накоплений у меня никаких, все деньги, между прочим, немалые, уходят на оплату кредита, который я в порыве редкостного идиотизма оформила когда-то для бывшего мужа. Пашка, тогда еще дрожайший супруг, решил обзавестись бизнесом, но что-то сразу пошло не так. Нет, теперь-то я знала, что муженек мой редкостный дурак, и с этим, увы, ничего поделать нельзя. Жаль только, что осознание пришло ко мне слишком поздно. Но тогда я еще любила подлеца и верила в его ум. Зря, как оказалось. Спустя время Пашку пригрела его новая пассия, которая, так же, как когда-то я, верила в его способности и тоже вроде бы связалась с банками. А я осталась с долгами и с котом. Кот, кстати, вскоре умер. А долги нет. Лучше бы, конечно, наоборот. Компания, где я трудилась, обанкротилась, и бабкино объявление оказалось как раз кстати. В объявлении было указано, что милой, одинокой старушке требуется умная и расторопная девица с высшим образованием и навыками домработницы. Поехала на собеседование, чтобы отвлечься от грусти и тоски, да так тут и осталось. Старушка, едва завидев меня, сказала, что я ей подхожу, хоть и уродка невообразимая. Первым порывом было развернуться и уйти. Но тут она озвучила зарплату, и я, немного посомневавшись для вида, осталась. Мало того, что бабка платила неплохие по меркам нашего городка деньги, так еще жить мне полагалось в этом доме. А значит, надобность в съемном жилье сама собой отпала. И этими деньгами я планировала расплатиться с банком в ближайший год-два. Честно говоря, за время работы здесь я очень привязалась к дому. Свежий воздух действовал на меня вполне благотворно. По утрам я каталась на велосипеде, вечерами просматривала вместе с бабкой многочисленные ток-шоу и сериалы. Иногда валялась в гамаке в саду, наслаждаясь книгой и вином. Такая спокойная и размеренная жизнь в корне отличалась от той, что я вела раньше. Мне не нужно вставать в шесть утра, чтобы навести марафет и мчаться на работу. Не надо надевать надоевшие туфли на шпильках и сводить дебиты с кредитами. Отпала надобность то и дело что-то решать, думать, креативить, выкручиваться. Короче, тишь да гладь. Одно беспокоит в последнее время все сильнее. Христофор овна быстро сдает. Того и гляди помрет, а мне куда идти? Не хочется расставаться с этим домом. Кажется, что я привязалась к нему не меньше, чем когда-то к мужу и коту. А это означает только одно – любовь моя сильная и безграничная. «Сандра Христофоровна, вы дом-то кому завещаете?» Спросила я бабку, ставя поднос с полдником на стол возле кровати. Бабкина привычка есть в кровать меня жутко раздражала. Но так как кровать все же была ее, то я не спешила высказываться по этому поводу. «Да уж не тебе, всяко ясно!» Мерзкая старуха противно захихикала и постучала по голове. «Кому стучите, тараканам?» «Так сбежали, поди, с вами даже они ужиться не могут!» Припечатала я. Старушка взглянула искоса и отвернулась, не желая больше разговаривать. Тут мне стало стыдно. «Я пойду, пожалуй!» Пропищала я и мгновенно выбежала за дверь. Часа через два тихонько заглянула к бабке. Она, как ни в чем не бывало, спала. Я спустилась в кухню за вином и уже наливала его в бокал, когда вдруг погас свет. «Мамочки!» Прошептала я и принялась на ощупь искать шкафчик, где, помнится, лежали свечи. Кое-как нашла и зажгла толстую свечу, и тут услышала. Тихий то ли стон, то ли плач. Доносился он явно не со стороны бабкиной комнаты, находившейся на втором этаже, а снизу, из подвала. «О-о-о!» Простонала я и, спотыкаясь, бросилась к бабке. Не стучась, ворвалась в ее комнату, кинулась к кровати и прошептала. «Вы спите?» Но в ответ мне раздался вой снизу, и кожа покрылась мурашками. Из постели не доносилось ни звука. Я поднесла свечку к кровати и вскрикнула. Бабки на месте не оказалось. «О-о-о!» Субтитры создавал DimaTorzok